Только мой, других не знаю, ты будешь только мой. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и сегодня я хочу рассказать о том, как же бросить курить. Вы знаете, на моем опыте немало ребят и девчат бросили курить. Самое главное, что здесь нужно понять, это желание. Конечно же, банальности давайте не будем опускать, потому что на самом деле оно банально, но очень-очень важно, что все идет от нашего желания. И если мы чего-то не хотим сделать, то поверьте, никакие пластыри, никакие дектора, никакие-то там внушения, гипнозы, и я не знаю, что зашивание, уколы и так далее, и даже под страхом, как вот кодируют алкоголиков, не поможет вам, если вы не хотите. Поэтому самое главное желание, если вы хотите бросить курить, и есть у вас такая идея, должна быть просто мотивация, потому что много людей, которые волшебным образом образовали курить, потому что у них была просто мотивация, мотивация бросить курить. Они чего-то хотели больше, чем желание покурить, но какие-то вещи не могли друг перед другом пересекаться, то есть нужно было сделать выбор, либо то, либо это, и вы знаете, это очень помогало. И делаю выводы из этого, что к себе нужно быть более требовательными. Это первое. Если вы в нем бросаете курить, значит вы наверняка не хотите просто бросать курить. Могу вам сказать, что не настолько сильна эта привычка, чтобы вы не могли ее побороть. Все остальное, все слова, которые будут говориться, сразу наверняка куча людей, куча слов, это просто отмазки для того, чтобы не стараться, и так далее, и так далее. Ну, это сложно какое-то время, то есть эта привычка, я не думаю, что эта привычка намного сильнее героина, и то многие люди как-то пытаются еще и слазить с этого, когда там действительно психологическая завязка и систематическая, и, извините меня, физическая. И люди справляются, а вы не можете справиться с какой-то сигаретой. Поэтому самое главное здесь не обманывать себя, это я мягко говорю. Зачастую мы просто очень любим обманывать себя, и если люди вот такие вот, которые не любят обманывать себя, вы здесь покопаете, покопаете. Потому что, скорее всего, вы обманываете себя, что вы хотите бросить курить. В конце концов, задайте себе вопрос, как это, если вы хотите бросить курить, и не можете бросить курить, неужели это какая-то маленькая сигаретка управляет вами? Она сильнее вас? Ну, люди, если вы так думаете, то здесь мне нечего сказать. Тогда вами не только сигаретка, наверное, в этой жизни управляет, а многие-многие другие и люди, и еда, и вещи. Тогда как бы не стоит даже начинайте заморачиваться. Курите и так далее. Но если вы зададите себе такой вопрос, я думаю, что вам не совсем понравится тот вариант, что что-то может вами управлять. Вы хотите бросить курить, а эта сигарета маленькая не дает вам курить. Скорее всего, что-то внутри вас не дает вам бросить курить. И вот здесь будьте, пожалуйста, повнимательнее. В общем, самое главное, что я хотела в этом сказать, это, конечно же, мотивация. Если вы хотите бросить курить, что же вами правит? Зачастую люди, которые начинают болеть что-то или уже действительно что-то серьезное, даже, в принципе, бросать курить поздно, они начинают задумываться. Ими правит страх какой-то. Действительно, страх смерти, какой-то такой основной страх, который может мотивировать на то, чтобы бросить курить. Часто любовь даже может тоже быть хорошей мотивацией. Еще один момент хочу сказать, что будьте строже к себе. Мы люди, я заметила, что мы очень мягки к себе. Мы себя жалеем, мы себе все позволяем, боимся чего-то там. Обратите на это внимание. Опять же, если вы смотрите это видео, значит, вы хотите бросить курить. Может быть, возможно, вы хотите помочь кому-то бросить курить. Но опять же, может быть, можете посмотреть, дайте мне посмотреть просто это видео. Что вот вы, да, кто смотрит это видео, кто курит и не может бросить курить по причине, наверное, того, что эта пагубная привычка очень серьезная. А может быть, у вас нервы, и вам так легче. А может быть, вообще для вас это очень-очень трудно и очень слабый для того, чтобы бросить столь сильный, сильный яд. И, скорее всего, он останется в вашей жизни и с вами навсегда. Потому что вы слишком слабы. Если такой вариант моего видения в вашей ситуации устраивает, а оно так и есть, то вы просто слабак. Признайтесь себе это. Слабак или слабачка. Курите и не заморачивайтесь. Главное, не обманывайте себя. Ну, а если же вы все-таки решили бросить курить, то хочется сказать, не в***йтесь. Берите и бросайте. В один миг решили и бросили. Просто мы позволяем себе об этом думать, находим причины какие-то, чтобы снова взяться за эту привычку. Но это все хрень. Хватит себя жалеть. Я повторяю снова и снова. Как в отношении с мужчинами, как в жизни, так и во всяких таких вот делах, как бросить курить, пить и многое другое. Будьте жестче к себе. Жестче. Хватит жалеть себя. И хватит страдать. Часто это многих напрягает, в конце концов. Хотя есть люди, которые любят страдать. Ну, вы в конце концов хотя бы признайте это. Люблю страдать. И плачьте. Плачьте от того, что вы немощны, ничтожны перед проблемами, которые сталкиваются с вами. Вы всего лишь маленький человечек, который попадает под влияние каких-то всяких штук извне. И вы боретесь, боретесь. И вы такой молодец. Вы боретесь. Но ничего не получается. И столько-столько всяких вещей вокруг не помогает вам. Чушь. Итак, дорогие мои друзья. Хватит ныть. Хотите бросить курить, бросайте. Не ебать эти мозги другим и себе. Желаю, чтобы вы все были здоровы, не курящие. И счастливы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok